Настя, ты являешься участником программы «Хочу результат» второго модуля по лечению вросших волос и как зарабатывать на этом. И совсем недавно ты зафиналила первый модуль, который посвящен скоростной депиляции без повреждения кожи, с минимизацией вросших волос. Скажи, пожалуйста, с чем связан такой, я бы сказала, даже крепкий и стабильный интерес с программой «Хочу результат»? Вот именно, что стабильность и «Хочу результат» и получается этот результат достигается при помощи вас. Правильно же говорят, взяли за руку и повели, и доводите до цели, даете очень много. Происходите все ожидания, какие только можно превзойти в реальности, так оно и есть. Даете намного больше то, что не в плане модуля. Мне нравится, супер. И все усваивается. Благодаря хорошей подаче информации и ступенчатости, которая продумана до мелочей, начиная вот от самого мизера вводите в курс и уже доводите до такого, что уже сам понимаешь, вот она вершина и вот уже понимаешь, да, вот конец модуля, я все умею, я молодец. И оказывается, вот только начала и уже как-то на эйфории раз, и уже все, ты наверху. И душа поет, вот честно говорю, мне нравится очень. Надь, вот смотри, у тебя такое мнение, а у многих мастеров депиляция отношение к дистанционному обучению весьма такое негативное, потому что большинство считают, что руку поставить дистанционно просто невозможно, и дать какие-то знания тоже невозможно, и все онлайн обучение – это халтура. Вот скажи, пожалуйста, свое мнение про разницу, ну так скажем, онлайн обучения и дистанционного обучения по методике доведения до результата. Ну, я, во-первых, прошла все ступени, начиная от очного обучения, да, вот заканчиваю, еще дома не закончу, именно у вас. И вы мне даете больше. Руку поставить вот никто не смог, ни на базовом обучении, ни на реквалификации не смогли поставить руку. Ну, научили, научили чему-то там определенному. Ну, сами видели мой результат до, какой он был, что я даже смотрю на этот результат, мне даже иногда стыдно, как я так могла работать с клиентами. Ну, хорошо, что я клиентам, видно, не причинял столько боли, они от меня не уходили, но в виде уже вот этого вот, ну, разница очного и удаленного обучения. Я выбираю удаленное обучение. И очное обучение два дня. Что такое два дня? Да ничего, два дня. Мы сейчас вот в данном модуле, который заканчиваем, учимся 20 дней. Информация разложена по полочкам, да, действительно, она укладывается в голове. И, насколько я знаю, и очень много общаясь с мастерами, те, которые ходили на обычные курсы, наочные. Ну, нет результата никакого. Ну, вы записали мы, какие бывают виды. Определите, вот мне скажи сейчас, определи. Я никогда в жизни не определю, какой это волос. Ну, пальцем в небо. Вот, ну, никого обидеть не хочу, но так оно и есть. Какие бы супер-пупер учителя бы не были. Ну, так... Ну, я общаюсь, я вижу, и... Ну, и сама была. Все это видела. То есть, если девочек попросить, которые прошли, там, однодневное и недневное обучение, определить тип роше волоса, они не смогут? Ты про это? Не смогут. Не смогут. Не смогут. Потому что, когда я с девочкой общалась, она училась, не буду я называть преподавателя, супер-пупер преподаватель, который обучает, она сказала, Надь, вот расскажи мне, как ты. Я говорю, ну, во-первых, не имею права раскрывать секреты, это не мое. Ей показала только картинки. Картинки, которые вы нам показывали именно по этим вросшим волосам. Закрывая верх, я ей говорила, ну, милая моя, определи хотя бы вот так, потому что я не говорю про лечение. Я говорю, определи. Она вот так смотрела на меня, сказала, Надь, давай не будем устраивать тут разборки. И на этом у нас закончился диалог. Перешли на другие темы. Это совсем другая система, где мы сейчас находимся и где мы учимся. Вот именно, что здесь есть итог твоего урока. Если ты его усвоил, все, тебе шаг дальше. Если ты его не усвоил, милый мой человек, выучи сначала то, что нужно усвоить, а потом шагай дальше. Если нет понимания и нет стремления научиться, я думаю, что вот это мое мнение вот такое. нужно вот именно контролировать поэтапность. А что онлайн? Онлайн прислали курс, ты его посмотрел, да, внятно тебе объяснили, внятно показали, какие сросшие волосы, чего к чему, насколько ты это усвоил, насколько ты уложил из твоей головы, а насколько правильно ты это усвоил. Это совсем все по-другому. А здесь уже контролируется правильность твоих мыслей. Это самое важное. Как тебе удавалось вообще найти модели на обучение? Ну, на первый курс, когда я первый курс взяла. Естественно, каким образом я нашла? У меня племяне учатся в техникуме. Естественно, у меня пошли девочки. Девочки 18-19 лет. Они сейчас мои клиентки. Вот 100%, вот там сколько, я не помню, сколько у меня 15 лет, сколько у меня было моделей, потому что нужно было все отрабатывать, все эти техники. Ты же не сможешь двигаться дальше, пока ты не сделаешь одно. Это вот плюс вот этой программы. И, естественно, вот мои модели. А уже на второй модуль модели, это мои клиенты. Те, которые пришли от конкурентов. Вот честно скажу, у меня на прошлой неделе было 5 новых клиентов, которые пришли с проблемой. Пришли с проблемой, они пришли не то, чтобы получить услугу по лечению, а пришли на шугаринг. Потому что уже когда я увидела все этот момент, я уже начала им объяснять. И они вот, да, вот тут у них интерес, они читают мои стены, они у меня оклеены все, все написано. Я специальную доску купила маркером, все расписала, какие типы бывают, от чего. Они у меня лежат, информированы, читают. И есть вопросы, я на них отвечаю. Я не боюсь их вопросов, потому что я могу ответить на любой вопрос, который они мне задают. Надь, скажи, пожалуйста, вот в процентном соотношении примерно на сколько у тебя увеличился доход после программы, по сравнению с тем, что было до программы? Вот мы, если говорим про второй модуль, у меня доход увеличился, я думаю, процентов 20 точно. Но я еще только начинаю. А после первого модуля, который посвящен скоростной депиляции, вот там в процентном соотношении на сколько? Процентов, наверное, 30-40. Сейчас вот на данный момент. Ну, потому что она тоже у меня закончилась после Нового года. Я из модуля в модуль шагаю. Мне нравится шагать по вашим модулям. Поэтому я думаю, что клиенты Владимира будут моими клиентами. Настя, и правда я тебя поняла, что вот те девочки, которые были моделями на модуле скоростной депиляции, они остались со своими клиентами, так? Все мои клиенты, все до одного. Что говорят твои действующие клиенты про изменения техники? Вот то, что было раньше и то, что стало сейчас. Вот, кстати, вчера записывалась девочка, она ко мне ходит на ноги. И даже мне было даже, я ее улыбку очень хорошую послала. Она говорит, Надь, только мне, пожалуйста, щадящий метод. Я говорю, в смысле щадящий? Как ты стала сейчас? Не как было раньше, как сейчас. Я говорю, я теперь только так и работаю. Вот почему. Да, вот, пожалуйста, голос клиента. Это голос клиента. Надь, скажи, пожалуйста, тебе окупился первый модуль? Конечно. В первый модуль я вошла вообще по халяве. Потому что я знала, что мне надо. Я сразу первой подняла руку. Естественно, у меня там 10 тысяч. И плюс еще, если пришла тут паста. Я же потом на этой пасте и своих клиентов отрабатывала. Я беззатратно их отрабатывала. Поэтому окупилась 100%. А второй модуль сейчас у тебя на какой стадии окупления? Тоже полностью окупился. А уже окупилась? Да, с приходом двух клиентов. Все окупилось. Потому что пришла, опять же, косметика пришла, которая стоит денег около 6 тысяч, даже чуть побольше. И плюс ко всему я поставила ту цену, какую я посчитала правильно поставить. И вы мне в этом подсказали. И это прям сыграло роль. Тогда еще, Надя, вопрос по поводу скоростной депиляции. Вот раньше сколько по времени ты делала большие зоны? И сколько по времени ты теперь делаешь большие зоны? Если девочка средняя, я делала час десять ноги полностью ранее. Сейчас минут сорок мне нужно для того, чтобы прям вот от и до. С завершением и спокойно отпускаю. Сорок минут для меня прям ах. Что после программы у тебя появилось такого, что никогда бы не появилось, если бы ты не приняла участие в программе? У меня появилась уверенность в тебе. Я всегда об этом говорю. Я более уверена. Я уверена с клиентом. Я уверена на камеру. Я спокойно могу теперь общаться, глядя кому угодно в глаза и спокойно говорить. Раньше я как-то, знаете, боялась вроде бы ответить на вопрос и пряталась. Ну, как бы прятала взгляд. Сейчас у меня прям вот нет такого. И мне прям очень… Я тебя очень раскованно чувствую с клиентом. Вот так. Можешь назвать все-таки самый главный навык, благодаря которому тебе сейчас удается зарабатывать и увеличивать свой доход? Самый главный навык – я научилась продавать. Я научилась продавать себя. Я научилась продавать материал. Это, мне кажется, самое главное – продать себя уметь. и тем самым клиент видит, что ты себя ценишь, и нет сомнений у клиента.